Вот эти бетонные плиты у посольства США в Москве были установлены здесь после массовых протестов, прошедших 20 лет назад. В марте 1999 года силами НАТО начались бомбардировки Югославии. Бомбы падали на чужую страну, но пришедшие искренне считали это горе своим. Высокой организованностью на фоне всех протестующих выделялась группа футбольных фанатов. Они пришли сюда все вместе и в этот момент им было абсолютно плевать на клубную вражду. Тот союз между собой и единение с братским народом войдет в историю. А мы вспомним, как это было. А как в тот момент люди договаривались? Ну не было же мессенджеров, не было мобильных телефонов, по-моему, только-то набирали ход вообще. Ну почему? Были мобильные телефоны, были простые телефоны. Обзвонили людей, кто-то договорился о встрече, предположим, между болельщиками ЦСКА и Спартака. Те поговорили со своими друзьями из Торпедо. Мы поговорили со своими друзьями из Динамо. Мы пригласили, как сказать, болельщиков Локомотива и тех, как бы, провинциальных, которые недалеко от Москвы. Все собрались в этот день, в определенный час. Были болельщики, как ни странно, ЦСКА и Спартака. Те, кто разбирается в спорте, знают, какие непримиримые силы сегодня объединились в желании выразить свой протест действием НАТО. Это было, по сути, такое первое объединение болельщиков, враждующих команд? Нет, ну, как бы, первое было, это, естественно, поездка в Киеве, в 98-й год. Эта встреча перед ней, как бы, она показала, что, в принципе, друг другу можно общаться. После этого, как бы, поняли, что, да, мы, по факту, не враги, вот, а просто как оппонент. Что все-таки враги, это уже другие, и уже начиналась эта политика всякая, вот это все говно. Начинал нам что-то навязывать. Ну, все развернули флаги, баннеры, да, для того, чтобы показать американскому послу и тем людям, которые работают в посольстве, свое несогласие с данной политикой. Ну, естественно, как бы, первая реакция правоохранительных органов была на то, чтобы всех забрать. Как вот мы-то там, ты говоришь, собирались 4 часа, можно сказать, просто возле ОВД практически. Им даже самим как-то было, б***, ну, да. Пиндос ох***. Даже посмотрите на эти все плиты. Это все появилось после 99-го года. Потому что мы подходили прямо в примерку, и ему нужно было этот забор разобрать. В доме высотки был такой, типа, книжный магазинчик, и мы нам дико скупили всю эту тушу, эти стеклянные баночки. Ну, и дико в него, короче, лупили. У него створки были закрыты, наверное, до 4-го, 5-го этажа. Но это, видишь, до сих пор так и закрыт. До сих пор ссутся демонов. У американского посольства задала группа болельщиков, которая примерно в половине 12-го подошла со стороны Белого дома. Событие вот это странное, диковатое, которое произошло, когда остановился машина, и кто-то вот стрельнул. Человек в амуфляжной форме и в черной маске выходит из белого джипа, припаркованного через дорогу от посольства. Кладет на плечо гранатомет и пытается выстрелить. Но орудие не срабатывает. Я бы говорили, что назвали бы радикал, там, террорист, неважно там. Это просто человек, реально, крик души, ну, м***. Если бы сейчас, не дай бог, произошло бы что-то подобное, было бы такое же объединение, все бы так же пришли. Уже те времена не повторить, как мне кажется. Ну, скажем так, фанатский мир немножко измельчал. Нет вот этого, как сказать, поддержки друг друга, заступиться. То есть раньше, как бы, чем нравился мне лично фанатизм, да? То, что, как бы сказать, если я был слабый, мне мой товарищ мог помочь. Вот, он всегда мне протянет руку помощи, подскажет, поможет, что-то сделает. Сейчас, конечно, это вот все напрочь отсутствует. То мы душа, там, плечо к плечу, душа к душе, куда-то все вместе выйдем и будем оставить свою позицию четко, жестко, ну, как бы, будем так говорить, красиво, как мы любят. Такого больше, наверное, не будет. Не больше Пударич и Иван Николич болеют за разные клубы. Партизаны Царвьяна Звезда. Объединяет их Москва. Не больше привезли сюда в детстве, когда начались бомбардировки. Иван переехал в Россию несколько лет назад. Они рассказали нам, как те трагические события повлияли на сербский народ. Иван, привет. Привет. Ну, покажешь нам, что у тебя тут интересного? Два известных сербских актера, такие легендарные фигуры. Ну, они уже мертвы давно. Это Данила Бата Стойкович, это Зоран Элмилович. И тут у нас вот эти старые телевизоры, внутри планшеты играют их старые фильмы. Ну, это как ваши советские старые легендарные такие актеры. Ну, в частности, в России Иван Васильевич меняет профессию, да? Ну, да, такие легендарные фильмы, легендарные актеры. Ну, я считаю, не надо представлять. Говорил, в принципе, ну, если поищите его на Википедии, там написано, что рейст. Ну, нет, он говорит, это боец за свободу. Ребята, заходите, вот сам хозяин приглашают, несмотря за то, какую команду вы болеете, можете здесь хорошо провести время. Первый раз в России вообще я был в этом, в Волгограде, мы смотрели футбол, как раз именно Ротар, тогдашний был, играл со звездой. Тогда еще был Кубок УФА, но я год не могу вспомнить, но это было очень давно. Я, ну, полюбил Россию сразу. Первые воспоминания, когда ты увидел Россию, наш город. Помню, у нас в Сербии, ну, точнее, тогда еще Югославия была, была война, гражданская война, не было, в магазинах было все, можно было купить все, но не было денег за что купить. А здесь наоборот, деньги какие-то были, но в магазинах нехватка товара какого-то была. Программа больше будет посвящена годовщине страшных, трагических событий, которые были 20 лет назад. Как ты их помнишь? Я был на работе, как говорил, как бы, не знаю, если было 19 вечера или 20 вечера, где-то так начались вот эти, как называются в России, я не знаю, сирены. Насколько мы готовы, насколько мы были в войнах, это было, для нормальных людей, это шок, понимаете, значит, что, как бы, вы сидите с семьей домой, а бомбы падают вокруг. В Сербии, как в России, люди иногда забивают, люди иногда относятся друг к другу жестко, плохо, но когда свет началось, можно сказать, что это тогда, вот, то время, люди даже помнят и по-хорошему. Все поняли, что все были вместе, и, как бы, время, насколько это странно сказать, не было так плохо, так был такой дух, что люди не сдавались. НАТО рассчитывает, что после бомбардировок события могут развиваться по двум сценариям. Первый, президент Милошевич соглашается на западный план урегулирования в Косово и дает согласие на размещение там войск НАТО. Второй, как говорят представители Североатлантического блока худший сценарий, заключается в том, что удары по Югославии придется наносить еще, как минимум, несколько недель. И, как признают в Брюсселе, пока никто не может сказать, чем все это может закончиться. Как тебе объясняли, почему начались бомбардировки? Как ты сам это понимаешь? Здесь просто Слободан Милошевич не хотел прогинаться. Сказал, я не буду запредавать свой народ. Ты сказал, что не очень хорошо относишься к Милошевичу? Да, конечно. Я, как бы, сам адликоммунист, сам по воспитанию, по, как бы, у нас, я родился в 77-м году, году, папа крестил церкви, как бы, я это правительство, мне не любили, вот это нарушая часть, это были наследники коммунистов, коммунисты, я сам против них, я так воспитан. Но даже эти люди, которые, они были без выхода, они не могли это принять, эти условия. Но Дэвгакс на трибунале даже говорил, я защищаю свой народ. И говорил, у него тоже интервью есть про русских, что то, что на Украине творится, он как будто знал, что будут на Украине такие ситуации. Никто ближе, чем русские, нету для украинцев. Сербы дальше, чем украинцы? Думаю, сейчас, сейчас нет, на данный момент времени мы ближе. Как так получилось? Эти албанцы приезжали туда потихоньку, сначала были мирные, мирные существования. Была страна Югославия и жилось очень хорошо. Как бы, нас держал Йосиф Броститов, президент Югославии, как бы, в принципе, экономически он сильно поднял страну, но какие пробу, большие промах у него были. Он албанцев туда запустил, потому что им жилось плохо. Так и было, так и было. Они жили очень бедно, в этой Албании ихней. И приезжали нам просто, как, вот, приезжали, у нас жили, у нас было лучше всегда. Там у нас за их были университеты, значит, там к ним относились как к своим гражданам. Все возможные права были у них. Я пришел на квартиру к тебе, взял квартиру, ты должен согласиться с этим, да нет, конечно. Но не только квартиру, вот ванну или там одну комнату, то есть вот это мое. Нет, как бы, отказаться нельзя никаким образом никогда. Многие там русские мне задают вопрос, почему Черногорию опустили просто так, а Косову не отпустите. Потому что в 1389 году мы проиграли бой на Косовом поле. Наш царь Лазарь погиб там, и очень много сербского войска полегло. И 500 лет мы были под турками. И там очень много храмов наших осталось. И благодаря России мы вернули его. И мы за эти храмы боремся, за эту территорию, за все мы это боремся. То, что душа сербского народа – это Косово. Это как бы исконно наше. Сербия никогда не отдаст Косово? Нет, никогда. Это здравой памяти. Пока жив один серб, хоть один серб будет бороться за эту территорию. Как сейчас живет с сербом, которые не уехали из Косово, остались дома? Серьезно, очень тяжело. Очень тяжело. Без света, без воды. Лишний раз с браяницей на руке не выйдешь. Света нету, в 5-6 часов вечера начинает темнеть, и все, ты уже все заканчиваешь. А как люди получают образование, школы? Как-то сами учатся. Кто-то пытаются как-то сами. Роители учат детей. Это сильные люди. Это сильный дух, которые остались там. Они там выращивают свои семьи. Я просто не хочу жаловаться больше, чем они. Косово почему они забрали? Чтобы не дать российским отрядам туда встать. Туда вот сейчас тоже фильм сняли. Как бы по большому Балканский рубеж. Наша цель – захват аэропорта Слатина. Берем и держим позиции до прихода миротворцев. И бомбят нас по закону. И убивают по закону. Тебе понравился этот фильм? Фильм я плохой. В принципе, 80% – это реально так, как и было. Людям, в принципе, фильм нравится в Сербии. Вот это, что я знаю. И очень много людей из Сербии уже посмотрело его. Где-то больше 200 тысяч. Чтобы поняли, что Сербия – это большая цифра. Есть такое мнение. Иногда у нас в прессе оно появляется. Что если устроить некий социологический опрос, вот именно в Сербии, то очень многие будут положительно высказываться относительно президента Российской Федерации Владимира Путина. Это правда такое? Да, это правда. Если бы честно, если бы Владимир Владимирович когда-то захотел бы баллотироваться в выборы, я думаю, у него бы было 90% и за него бы проголосовали. Такое впечатление, что он поднял Россию из болота. Каким-то образом это и есть правда. Потому что до его было гораздо хуже. И вот я сам понимаю, что люди здесь имеют свое мнение. И такое, и такое. Я это очень уважаю. Я сам, как бы, всегда очень редко любил власть. Люди, которые живут вне России по всему миру, они видят русских, которые там путешествуют, отдыхают. Значит, люди думают, что Россия, как бы, и стала сильнее то, что при Путине. Очень сильно любит у нас Лаврова. Кому, как бы, он реально помогает. Господина Чуркина, потому что он вето отдал против отделения Косова. Тогда Россия в ООН сказала нет. Ваши отношения с хорватами, это особая, да, тоже тема. Они всегда были такими? Когда вот закончилась Первая мировая война, где можно сказать только война, мы освободили их, и хорватов, и славянцев, и этих мусульманов в Боснии, мы всех их освободили от Австро-Мегурской империи. Но оказалось, по-моему, огромной ошибкой, что мы делали с ними одно государство. Просто мы делали эту Югославию, и король, как бы, тогдашний Александр. И, по-моему, это вражда начинается тогда. Потом Вторая мировая война, они же были сотрудники нацистов. С другой стороны, с Сербией большинством, не большинством, а с Сербией воевали против нацистов. Когда мы вместе с ними, у нас не было ненависти к ним. Мне папа воспитывал вообще, чтобы нам было пофигу, кто кто. Я даже не знал, что существует в хорватии, что это для нас. У нас гражданская война началась на Максимире, в Хорватии. Стадион «Динамо-Загреб» играла цервенная звезда с «Динамо». И большая драка произошла. Есть различия между русскими и сербами? Должны быть какие-то вещи? Различия, наверное, более горячие сербы. Безбашенные, как бы. Ты на около футбол как-то откладывается, да? Конечно, конечно. Да, и на около футбола это бесспорно откладывается. «Партизан» — это команда, связанная с армией, да, как-то? Да. За «Звезду» как выбирают люди эту команду? По какому принципу? Первые дрибы, которые сыграны вообще в истории, никто штатском не бодел за «Партизан». Понимаете? Они привели войску, чтобы бодел за этот клуб. Все люди, которые пришли на футбол, жили в Белграде, все бодел за «Звезду». И это факт. «Звезда» — это как про «Спартак» говорят. Народная команда. У нас же районы Белграда делятся на каждый район. Делится это район «Звезды», это район «Партизаны». И в принципе, вот в этом районе 80-90% болеют за эту команду. Люди ходят в те же самые университеты, работают, например, может быть, в те же самих местах или как-то учатся в те же самих школах. Есть откровена вражда, есть люди, которые не видят друг друга. Но за такие разные случаи есть и очень четкие причины, конечно. Слушай, ну вот, а если вот так случилось, что ты болеешь за «Партизаны», а родился в районе «Звезды», как тебе жить-то там? Тяжеловато живется, нелегко очень. Там, потому что лишний раз у нас, если никак в России шарф ты не оденешь, футболку ты не оденешь, можно остаться без всего. Это в лучшем случае, если у тебя снимут шарф и снимут футболку или что-нибудь еще. А так можно очень сильно по голове арматуры получить и на всю жизнь остаться как бы не особо здоровым человеком. Ну, для понимания, это все равно, что вы болеете за «Динамо» или за «ЦСК», а родились, я не знаю, в «Сокольниках». Ну, такое вот недоразумение, конечно. У меня был друг, но человек хороший. И мы много раз, как скажем, стояли напротив друга. Но, конечно, ты, если вот там можешь выбрать, ты не выберешь этого, которого знаешь. Ну, понятно. Одна жизнь не стоит этого. Так что все прекрасно понимают, что это зло, что это тупо, что это не надо, нельзя. И я думаю, что даже люди специально не хотят этого. Никто не хочет убивать никого. Ну, просто враждан, ненависть, стиль, как бы стиль сопротивления иногда приводит к таким трагическим событиям. Придет ли когда-то Сербия к тому, что, ну, все-таки пришло России? Я знаю, что их есть, и знаю, что наши стороны специально, как бы, парни, которые всем этим рулят, что они стараются как-то привести к этому. В партизане наблюдается определенное разделение, это видно даже на трибунах, что люди не сидят вместе, а делятся на некоторые группы. Что это? Историческая справка на основе статьи запрещенных грабарей от 2012 года. Конфликты на южной трибуне никогда не были чем-то экстраординарным. В определенный момент они привели к столкновению между группой «Алькатрас» и остальными грабарями. Связь «Алькатрас» с администрацией клуба и полицией дала им привилегии. После этого полиция и клуб запретила всем оппозиционным группам вход на стадион. Отсюда название «Запрещенные». Затем застрелили одного из запрещенных, Ивана Пировича. На данный момент запрещенным позволили вернуться на стадион. Они не имеют никаких отношений с клубом и не участвуют в конфликте между двумя другими группировками. Южные и партизановцы. Трибуна разделена на три сектора, между которыми есть большие буферные зоны. Конфликт, начавшийся из-за нескольких людей, которые поставили свои интересы выше знамени клуба, привел к этой ужасной ситуации. Есть одна группа, которая реально, им все равно на все, они любят клуб. Как бы ребята, это запрещенное в основном, им реально встало до имени, до герба для стадиона, за все. Вот как бы они, да. Остальные группировки, они делят деньги. Как бы просто прямым текстом делят деньги, делят деньги клуба. Если бы я был так, так, по злому настроен, я бы мог сказать, что я очень рад, что это происходит. Ну, я не чувствую ничего. Я не рад, не так. Я равнодушен. Слава Богу, что я не могу объяснить тот факт. Если бы я мог объяснить его, то значит, что бы такое было и у нас. И у нас, слава Богу, такого никогда не было. Так что понять это нормальному, как бы, человеку тяжело. Всегда люди будут, как бы, спорить между собой. Даже и в одном движении, там разные мнения, разные, как бы, там, поспорить, там можно подраться. Да, тоже можно, как бы, по-человечески, там, поговорить. Ну, как мужчины, как все. Но у них это необъяснимо. Что у нас сказать? У нас один из лидеров наших, я не знаю, стоит это говорить, он болел за звезду. У него на груди набита звезда. Что? Ну, вот так вот, реально, это реально и так. Как бы, есть один из лидеров наших, одной из топовых группиров, ныне, даже, наверное, самый топовый. Он болел раньше в свое время за звезду. Не знаю, в каком возрасте он это перешел, нюансов я не знаю. Но я знаю, что и видел неоднократно лично, что у него здесь, наверное, на груди нарисован герб. Не партизана, а звезда. Просто это вопрос денег. Годовщина бомбардировок, да, начало, и известные партизаны вместе пришли к посольству США, которые в Сербии. А это было недавно. Недавно было. Это было недавно, я только рад за это. Парни молодцы, с обе стороны. Понимают много того. Что, может быть, я не понимаю, и как бы, ну, понимают, что есть, как бы, общий враг, что надо объединяться. И я только за это. Как бы, они молодцы. Когда была война в 90-х, объединились все вместе, и фанаты, и не только партизаны, и звезды, и фанаты Зэмуна, потому что тоже, на самом деле, там очень колоритные фанаты. Их мало, но они колоритные. Радовские фанаты, тоже очень колоритные ребята, ОФК, Белград. Все объединились против общего врага. Когда было в 2014-м, наводнение. Все объединились, все вместе помогали спасать граждан от наводнения, помогали. Многие граждане остались без домов. Здесь немаловажно. Я вот, у нас посольство было в 2014-м году, якобы, помогал, волонтерствовал. Помощь собиралась для граждан Сербии, которые пострадали в однение. Очень много русских ребят. Там было отправлено 4 фуры по 20 тонн. Как вообще сербам живется в России с точки зрения бюрократии, какой-то документов и так далее? Ну, я думаю, что бюрократия, она везде ужасная. Бюрократия, как бы, ну, должен просто сделать все, как бы, соблюдать законы и все, у тебя неплохо. Насколько я знаю, сейчас подписали двухсторонний договор Россия-Сербия, чтобы стаж пенсионный признавался и в России, и в Сербии. Сейчас хотят приравнять, вот, как бы, пока это еще, ну, проект подписан, но пока еще он не вступил, по-моему, в силу. В принципе, будет хорошо достаточно. Единая пенсия, у нас виз нет, мы так к единому государству дойдем, так рано или поздно, я смотрю. Если честно, народ хотел бы с Россией, с Россией объединиться. Были разговоры же, чтобы присоединиться к России, но, к сожалению, не знаю, по каким причинам что-то не стыдно случилось. Просто, если бы, может быть, граница у нас была бы общая, легче бы была. Ну, да. Второй вопрос, что и Евросоюзу, и всем вот этим, не очень их хочется, они даже сами не дадут это сделать. Сейчас чем занимаешься, где работаешь? Ну, я сам на себя работаю, постройки что-то, у бригады есть, как бы, по большому счету, ну, как бы, работаем, как бы, вот так, ребята работают. В строительстве? Да, в строительстве, ну, все Югославы, в принципе, в строительстве здесь. Видишь вообще будущее Сербии, своей страны? Что ты хочешь увидеть? Ну, значит, проблема Сербии, она может быть самая-самая большая, это отлив мозгов. Это что, сами умные, самые способные, самые лучшие из нас уходят. Развивают другие страны, другие государства. А кто останется в Сербии? Только мы тут ездим. Молодежь вся уезжает куда угодно, готова на любую работу, лишь бы уехать из страны. Молодежь не видит перспектив оставания, ну, у себя в стране. Что надо сделать, чтобы прекратился этот отток? Не знаю, не знаю, не знаю. Я просто пытаюсь как-то раскрутить барб, если бы я такие вопросы мог ответить, как бы, я бы не сидел на время здесь. Они нас бомбили, объединенным ураном. Они нас бомбили на светлый праздник православный, на Пасху. Потому что они знают, что бомбы, да, мы умираем, но вера для нас одной из самых приоритетных задач. Хочу, чтобы, ну, просто, наверное, хочу, чтобы люди были счастливы. И именно небо над головой, потому что это сейчас, для нашей страны это немаловажно. Потому что говорят, что Балканы – пороховая бочка Европы. Сербовок русский, сегодня 12 число. Сегодня в Сербии, Республике Сербской, Чирногории празднуют День Российского Добровольца. У нас же много на территории… Да, вот как раз недавно тоже документальный фильм смотрели, да. Да, как бы, ну, чтят память, кто… Это тоже не все истории. Да, на протяжении всей истории. Как раз, мы называем Сатулку, а Тулку тоже году. Да, там очень много добровольцев. И сегодня у нас такой, как бы, знаменательный день, вот на территории, вот, Сербии, Республики Сербии. Как бы, за всех сказать, пускаем земля, будет пухом, и спасибо, как бы, русским, что помогали нам, всегда спасали нас на протяжении всей истории. Тоже Антон уговорил, всегда нашу… Мы в какую-то залезаем какую-то задницу, русские нас из задницы обунтаскивают. Всем героям программы, конечно же, дарим нашу фирменную футболку программы «Вдвижие», ну, а среди подписчиков тоже, конечно же, проводим конкурс. В этот раз мы будем разыгрывать футболку о сербско-русской дружбе. Это бренд от Аджбина. Вот такая футболка. Для того, чтобы поучаствовать в этом розыгрыше, вам нужно быть подписанными на страницу ВКонтакте Спорт24 и сделать репост этой программы. Ну и ставьте все лайки, подписывайтесь на канал, все как должно быть. И помните, что русские и сербы – братья навек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова